Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, давайте попробуем по порядку пройтись по тексту, посмотрим, что с вами произошло. Значит, нашел в себе целый клубок обиды и боли, нефть поделиться. То есть у вас здесь получается такой субъективный капкан восприятия реальности, да? Себе, вот для себя вы понимаете какие-то вещи, но вот самостоятельно страсти не можете, потому что все в вас, все внутри переплетено с эмоциями, с обидами, с переживаниями, с ожиданиями, с чувством несправедливости и прочее. И вы в тупике, вы в капкане не можете отсюда выбраться. Так получилось, что рассказать вам некому, никто не поймет, да, все будут осуждать и так далее. Что ж, понимаю вот, очень хорошо, и полагаю, что, знаете, для того, чтобы простить вашего мужа, нужно прямо простить себя. Для того, чтобы простить человека, нужно принять себя вот такой, какая вы сейчас. Тогда вы, значит, перестанете обязательно своего мужа. Чувствуете, что обида отравляет вашу жизнь. Правильно. Давайте подумаем. Откуда у вас обида взялась? Ну вот вы говорите, во время беременности муж оказался ненадежным человеком. Как вы думаете, он сам знал о том, что он ненадежный человек до того момента, пока не произошла эта ситуация? Думаю, что, скорее всего, нет. То, что вы видели его одним, он стал другим. И вы не можете принять, что человек осознал о себе цену. Уверен, для него в некоторой степени это тоже стало неожиданностью. Знаете, узнать себе цену, понять, кто ты, понять, чего ты стоишь, страшно. Я не оправдываю своего, как бы, ну, своего объекта, так сказать, возможного консультирования. Вот, не оправдываю его, не оправдываю мужа вашего. Вот, но, тем не менее, это нужно понимать. А уж насколько страшно людям, которые оказываются с человеком, который осознал себе цену, ну, это можно только представить. Да, вот, живет человеком, думает, что он один, потом раз, происходит какое-то обстоятельство, эх, оказывается, что он другой, да еще и в тот момент, когда ты сильнее всего в нем нуждашься, а он оказывается совсем другим. Страшно, беспомощно, эээ, полное пространство, непонимание, что делать дальше. Ольга, я вас могу понять и прекрасно видел, что вы чувствуете. Ну, именно в этом контексте, в контексте того, что вы носите в себе клубок обид, здесь действительно нужно эти обиды высказать. То есть, муж, он не дал вам главного, вот, в момент, когда вы в нем нуждались. Муж стал сам слабым, хотя должен был быть сильным. А в итоге сильным пришлось стать вам. И вот, вы, встав сильным, получается, не высказались, не выразились, не выговорились, не выговорили все свои обиды. Понимаю вас, и именно это вас следит. Сами того не осознавая, вы стремитесь к тому, чтобы это высказать все, чтобы это выговорить, и тем самым, значит, придать объективности тому, что с вами происходит, ну и помочь все эти обиды разобрать. Значит, процесс пронаводки обиды всегда двухсторонний. Первая сторона – это ваша, то есть, ваша оценка того, что человек делает. Ваша сторона того, что вас именно задело и обидело, и то, что причинило вам Бог. И вторая сторона – это объективная сторона мужа. Вы видите его поступки, не видите его намерений, не видите его мотивов, соответственно, не видите каких-то личностных качеств его. В результате происходит искажение реальности и ошибочное поведение. Как бы суммируя, приводя итог данному отрезку вашего сообщения, хотелось бы сказать, что для вас это опыт, опыт неплохой. Вот, надеяться нужно, к сожалению, только в первую очередь на себя, в любом случае, потому что человек, он слаб, любой человек слаб. И так случилось, что ваш муж оказался перед искушением быть слабым, и он этому искушению поддался. Нужно понять, начать понимать с того, что человеческая природа в общем и целом именно такая. Далее вы пишите еще кого-то, чтобы выговориться как близкому другу. Мне очень хочется кому-то выговориться несколько лет на себе целый кому-то обид, который отравляет мою жизнь. Здесь у меня к вам будет вопрос. Понимаете ли вы, Ольга, что безусловно психолог в рамках своей деятельности, в рамках взаимодействия с клиентом, может быть друг. Но, понимаете ли вы, что кому по себе является проблемой тот факт, что вы не можете выговориться своему близкому другу? У него не возникает вопрос. А близкие друзья у вас есть? А им-то почему вы выговориться не можете? Понятно, что друг может быть не поможет, так как психолог. Но, если у вас друзья, это уже ваш вопрос. Вопрос социального вашего положения, социального вашего статуса. Далее на следующую фразу, которую вы пишите, я скажу так. Все психологи, если они профессиональные и с любовью относятся к своему делу, все они терпеливые собеседники. Потому что это такая работа. Одна из сторон работы – это слушать. Слушать и понимать. Другое дело, что у вас есть четкое представление о том, как происходит работа с психологом. То есть вам сейчас нужно выговориться, чтобы вас выслушали. Главное сообщение, что вы готовы, вот вы готовы к тому, чтобы, знаете, чтобы выбрать психолога, да, и начать с ним общаться, начать с ним выговариваться. Но то, как это происходит в вашем воображении, в вашем образе, в вашем сознании, совсем не то, как это происходит в реальности. И вполне возможно, что выговориться так, как вы себе представляете, у вас не получится. И не надо, чтобы получалось. Но просто важно начать беседу. О том, что вас беспокоят. И все. Поначалу, вначалу, вы будете говорить с трудом, подбирая слова. А потом, в один момент, вы поймете, что все идет само собой, что слова идут сами собой, эмоции идут одна за другой. И это будет совсем не так, как вы себе представляли. И в этот момент важно, чтобы вы не останавливались, в этот момент важно, чтобы вы дали себе свободу, чтобы вы позволили себе это сделать, даже если это не так происходит, как вы себе представляете. Кстати, это может быть ваша особенность. Вы мужа представляете себе определенным образом, вы себя представляете определенным образом, там у вас дальше по тексту пойдет этот фор. То есть вы склонны вот немножечко, может быть, идеализировать или абстрагировать образы всех явлений и людей, которые вас окружают. Ну, это хорошо, если вы творческий человек. Но, как видите, это играет с вами немного, ну, немножечко такую неприятную шутку. Но уверен, что это хорошее качество, если человек найдется, который оценит вас, оценит то, как вы видите мир, ну, вы же не будете счастливы. Вот не повезло с мужем, бывает, но если вы сохраните себя, можете сохранить себя, то, я думаю, счастливы вы будете обязательно. Итак, терпеливый собеседник – это тот, кем должен быть любой увольняющий себя психолог. Дальше. Значит, жила активно, успешно работала, пишите вы, была сильной. Ну, вот, тоже очень интересный момент. Были сильные. А почему были сильные с мужем? Зачем были все сильные? Может быть, именно в том, что вы были сильные и кроется проблема? Так сказать, первоначальная. Подумайте, пожалуйста, об этом. Это очень важный момент, чтобы вот вы, ну, подумали, почему вы были сильные. Успешно работать – это хорошо, но работать им сильнее, видишь, все-все разные. Либо вы считаете, что человек, который работает, обязательно сильный, либо вы считаете, что, ну, женщина должна быть сильной с мужчиной. Либо вы не умеете по-другому. Ну, тут тоже нужно с вами поговорить. Что вы в это вкладываете, но тут так, что вы сказали, что вы были сильные, это уже тревожный звоночек. Далее. Решили везти ребенка, значит, и во время беременности и родов оказалось, что муж ненадежный человек, пережила сильный стресс и сейчас ситуацию откидывать не хочу. Слишком личные для меня моменты. Спешите вы. Значит, ситуация заключается в следующем. Если я правильно вас понял. Вы были сильные, в период беременности вы стали слабыми, муж оказался не готов занять место с сильным. Он привык, что вы сильные, а тут вы оказались слабыми, и мужчина оказался ненадежным. Ну, не могу сказать, насколько вы сейчас готовы воспринимать информацию, но тот факт, что вы были сильные, определило вашего мысли. Вы просили не давать вам под вопросом никаких оценок и, значит, советов не давать. Поэтому могу сказать только то, что вот просто, что ваша сильная позиция определила вашего мужа. Если посмотрите, то увидите, что, в принципе, муж был похож, так сказать, даже не похож, а подходящий, подходящий под вас. Вот. Сталя. Гормоны во время беременности, значит, делают тебя совсем другим человеком. Там, где обычно я начала бы спокойно и без переживания начать проблемы, тут не смогла справиться с эмоциями. Почувствовала себя беспомощной, стало страшно. У меня, у меня начались нотачи истерики, стало болеть, и это на последних месяцах беременности. Время прошло, значит, немного успокоилось, а на душе это также лежит, лежат камни, которые не дают мне так приятнее. Ну, знаете, вот, то, что вы, как можно сказать, склонны к построению образов, как бы определяет и вот это точно. Вы получили опыт. Опыт вы получили бесценный, с точки зрения жизни. То, что вам плохо и он вам тяжело дался, это другой вопрос. С точки зрения жизни опыт вы получили бесценный. И надо сказать, что из-за этого опыта прежней вы не станете уже. Да, вы можете что-то вернуть, вы можете как стать прежней от шести. Вы можете это решить все проблемы свои со временем. Но прежней вы не станете. Потому что опыт меняет человека. И это, опять же, реальность. То есть, вот, не нужно надеяться на то, что вы станете прежней. Понимаете? Я бы здесь сказал бы так. Вот, постарайтесь, постарайтесь. Вот сейчас, пока вы еще не выбрались из психолога, постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, какие черты, какие интересы, увлечения, качества ваших определяли вас прежней. И подумайте, что из этого вы могли бы воплотить сейчас. А что-то из того, что было актуально тогда, перестало быть в таком. И именно поэтому не стоит стремиться к тому, с кем вы были тогда. Вы были тогда. Это был отрезок времени, этаж жизни. Он закончился, начался другой. Закончился другой, начался третий. То, с которым вы сейчас. И вас это изменило. И эти изменения нужно принять. И принятие изменений в себе, которые сейчас произошли с вами, это и есть на самом-то деле, это и есть отсутствие оценки, которые вы не хотите получать под своим вопросом. Понимаете? Вы сами себе даете оценку. Вы говорите, тогда я была прежней, сейчас я другая и так далее. Нет, Ольга. Вы прошли определенные этапы развития. С той только разницей, что вот эта ситуация, которая с вами произошла, она ускорила. Она ускорила ваше развитие. Сделала его более скачкообрядным, более лавинообрядным, более стремительным. Из-за этого вам больно. Быстрое развитие всегда болезненно, к сожалению. Усталось страшно не только от работы, сколько от чувства несправедливости и запутанности. Ну, опять же, здесь вот есть у вас, понимаю, во-первых, понимают, что у вас есть все-таки ориентиры, значит, что в жизни нет справедливости и запутанности. Но, опять же, здесь я хочу только вас спросить, как вы думаете, что вообще есть справедливость, есть ли эта справедливость? И как вы думаете, может ли психологам надо стать человеком, который несет эту самую справедливость? Я думаю, что психолога можно назвать помощником в понимании себя, но никак не тем, кто несет справедливость, потому что справедливость для каждого своя. И если у вас, по вашему мнению, несправедливо и справедливо одно, то для, опять же, психолога несправедливо и справедливо совсем другое. Вот запутанность, да, запутанность можно устранить. А справедливость? Вы можете сами, опять же, отказаться от термина справедливости и несправедливости и взять на вооружение другой термин. Термин полезности и, как бы, вреда для каждого конкретного человека. И принять, что каждый действует исходя из этого, и что многие люди готовы принести в жертву любую справедливость ради этого, опять же, является искушением, перед которым не устоял ваш муж. Далее, ощущая себя под стрессом или скованный в цепи, из-за этого ситуацию весь как будто через узкое горлочко посмотреть объективно не получается. Ну, правда, опять же, что вы и не можете этого сделать, вы никак не можете посмотреть на эту ситуацию объективно, потому что у вас обидно. Вот, если бы обиды не было, если бы стресса не было, то объективно посмотрите, как вы могли бы. Но, опять же, то в том случае, если это произойдет не с вами, либо пройдет очень много времени, пока вы еще находитесь в этой ситуации, пока вы еще являетесь субъектом этой ситуации, и из-за этого вы видите так ее. Когда что-то закончится, а это произойдет тогда, когда у вас спадет стресс, ну, либо с помощью психолога, либо естественным путем это все-таки произойдет, правда, естественным путем это будет довольно долго происходить. Вы увидите ситуацию целиком, и тогда вы посмотрите на нее объективно, но даже в этом случае все равно для полной картины, так сказать, ну, все равно будет, ну, будет что-то еще, ну, не будет что-то еще. Все спустя где-то совсем рядом с решением, но сама пробую справиться за стрессом, и этим клубком не получается. Значит, это, к сожалению, ошибочное у вас чувство, оно связано с тем, что вы раньше по привычке свои проблемы решали достаточно активно, быстро, если вам кажется, что эту проблему решить тоже можно так. просто нашел решение, и все. Проблема заключается в том, что, на мой взгляд, она вас слишком сильно потрясла, и решение, вот, разрешение именно пермантируетного в качестве инсайта здесь я бы не знал, потому что все-таки ситуация довольно обширная, довольно масштабная. По сути, вам, как бы, предстоит, вам приходится перестраиваться под новые реалии, которые вам открылись. Так бывает. И когда приходится подстраиваться под новые реалии, моментального разрешения никогда не бывает. Далее, значит, ну, вы пишите себе письма, медитируете, значит, ходите на йогу, ощущение, что бьюсь в глухую стену, поделиться не с кем, зановоться не умею. А почему? Что вы считаете в этом плохом, в том, чтобы пожаловаться? Вы считаете, вас это унижает? Вы считаете, что вас это делает слабым? Вы считаете, что из-за этого вы не так перестаете быть сильным? Вы считаете, что человек не может пожаловаться, не имеет на это право права? Откуда у вас такая ценность? Откуда у вас отсутствие данного умения? Вас, ну, я так полагаю, что это из детских лет у вас идет неумение зановоться, и это означает, что родители вас не обошли лучше. Это означает, что вы привыкли что-то делать в себе. Ну, это, в свою очередь, означает различие между той, какая вы для всех, и той, какая вы для себя. Отсюда, кстати говоря, вполне может быть у вас есть проблемы с мужем. Ну, вот вопрос, значит, почему родители не позволяли вам жаловаться, и насколько вы принимаете ценности, вот, ну, или родителей, или кого-то еще, кто отучил вас от того, чтобы жаловаться вообще. Мне кажется, что процесс жалования вы путаетесь с разговором о своих чувствах, о своих переживаниях. Вот, это только, на самом деле, грань. Но, когда человек жалует, что он хочет, чтобы вот за него кто-то взял, да, и решил проблему. Когда человек рассказывает о том, что он переживает, это совсем не то. Человек рассказывает о том, что он переживает тому, кто хочет его слушать, тому, кто его слушает и кто понимает. По сути дела, вступает во взаимодействие с другим человеком, получая обратную связь, и получая обратную связь, как бы, образует опору. Образует опору, опираясь на которую, может идти дальше. Вполне очевидно, что вы оказались в такой вот подвешенности именно потому, что у вас нет обратной связи от людей. А обратная связь от людей нужна. Даже в деловых отношениях без кооперации, без обратной связи, ну, происходит эмоциональное выгорание. А что уж говорить про вас. Далее, значит, чувствую огромную потребность выговориться, что меня спасет просто добросновательный и оптичный собеседник, умеющий выслушать, слушать долго, не обвиняющий с плеча и не вешающие ярлыки. Хочу высказать все невысказанное. Освободить пространство, которое я сейчас приняла от вида, и тогда я сама смогу привести свои мысли в порядок. Ну, знаете, опять же, описывая эту потребность вашу, волей-неволей у меня возникает вопрос. А почему у вас нет такого человека, доброжелательного, тактичного собеседника, умеющего выслушать, спушившего долга, не обвиняющего, не вешающего руки среди своих друзей, среди ваших знакомых? Или перед ними вы не хотите показаться такой слабой? Или вы боитесь теперь, что муж вас увидел слабый, он вас бросил, и вы боитесь, что друзья тоже вас бросили? Так же, как муж, если вы боитесь одна за одна. Или вы внедавно поняли, что вам никогда такие люди были не нужны, и никто не готов вас выслушивать. Понимаете, общение с психологом начнется, будет какое-то время длиться, и оно пройдет. Вы будете жить дальше. И на протяжении вашей жизни, такой человек, вот как вы описали, вам будет нужен. Стоит все-таки здесь подумать о том, чтобы среди своего круга, среди своих близких, такого человека поискать. Чтобы это был не психолог все-таки, а именно человек, который именно входит в ваш круг. Ну, это, естественно, в будущем. Это, естественно, в будущем, не сейчас. Я сейчас стало уже сравнимо, обиживаю. Поэтому, прочь откликнуться специалиста, кто работает мягко, даст добрый совет или поделится объективное мнение. Ну, вот объективное мнение это скорее, чем советы. Вот, психологи советов не дают. Нельзя это делать, допрещают профессиональные этики. Значит, что все не так плохо. Ну, на самом деле, я вам уже сейчас могу сказать, что не все так плохо. Ага, что касается мягкости, значит, ну вот мягкости и объективного мнения, то я думаю, любой психолог скажет, что он умеет работать мягко. Более того, скажу, что любой психолог должен уметь работать мягко. То есть, здесь вы опять же описываете, по сути, характеристики каждого из профессионалов. Значит так, не будете осуждать и навязывать свою оценку, не разобравшись. А у вас такое уже было, что вам вешали, я суд, яру икс, что обвиняли, осуждали, значит, навязывали оценку. У вас такое было? Откуда? Вот то, что вы пишетесь. Вы с этим не встречались, вы этого боитесь? А если вы встречались, то как это было? Почему вы позволяли таким людям, ну, быть рядом с вами? Как так? Не это ли случайно отучило вас жаловаться? Нет ли вас отвратило от того, чтобы делиться с людьми своими переживаниями? Вот тоже очень важный момент. Если так, то, в принципе, я вас понимал тогда, но так же могу сказать, что необходимо вырабатывать новые механизмы сближения с людьми. То есть, чтобы, ну, критерии, критерии вырабатывать новые, другие критерии с людьми, людей, с которыми вы могли бы взаимодействовать. Потому что, ну, вот это вот совсем не дело. То есть, даже не про психолога речь, а про любого человека, который обвиняет, если он с плеча вешает руки, то это очень недалекий, глупый человек, у которого есть свои собственные проблемы. Значит, далее вы пишите, ну, такую вещь, что это тяжелая работа. Опять же, для психолога это не тяжелая работа, для психолога это привычная работа. Ну, вот могу про себя сказать, что я не вижу в этом тяжелой работы, на самом деле. Это привычное, то, что я делаю все время, постоянно. И каждый мой коллега скажет, наверное, то же самое. И уж точно мы не будем вас обесценивать. Мы не будем вас обесценивать. А вот то, что вы себя обесцениваете сейчас, говоря вот это вот про вид, что мы сделали вид, что поиграли в пассианс, это вот вы себя обесцениваете. И мне вот только интересно, вы себя стали обесценивать таким образом только после мужа, после истории с мужем, или у вас всегда это было. А если было всегда, как это соотносится с тем, что вы были сильной, что вы называете себя сильной. В общем, давайте сделаем вид, что вот этой вот фразы я не видел. но над самооценкой и над любовью к себе, над принятием себя, над ценностью вашей, ну, я вот думаю, что нужно задуматься. Задуматься, в первую очередь, вам. не даю оценку, а просто хотелось, чтобы вы вот немножко подумали, вот, как это выглядит со стороны. То есть я понимаю, я понимаю, что вам это видит, когда вы это пишите, но и вы поймите, что я как вот так психолог, мы видим, я вижу, и мои коллеги видят. Вот вы пишите это, и вы принижаете себя, обесцениваете себя. И мы понимаем, что это является одной из проблем. Вы пришли на сайт, вы задали вопрос, и это уже здорово, но вы считаете, что ваша проблема важна, и она действительно важна, в первую очередь для вас. Так не сомневайтесь в этом, не сомневайтесь сами, что у вас проблема. Примите факт наличия проблемы. И это есть у всех, у каждого. И это нормально. Так же, как и кризис. Это тоже нормально. Ну, далее, собственно, собственно говоря, вы пишите то, что я уже тестировал несколько раз, поэтому не буду повторять. Значит, вы говорите, что человек, который поможет, может помочь в новых творчесах, и боль, из души, друг, которому можно не бояться рассказать абсолютно все, включая те моменты, где я был неправа. Ну, опять же, опять же, достать мужа и боль из души, помочь можно. и не забывайте, Правда, вот интересно, опять ловлю вас на противоречие. Вы говорите, общее вам не давать, но при этом какие-то вещи в своей душе вы называете мусором. нету мужа. Все, что есть, все важно. Если боль, боль тоже важна. Боль – это сигнал. Сигнал о том, что на что-то нужно обратить внимание. Так что, мужа и боль – это не то, неправильно. Правильно я буду сказать, у меня есть противоречие, у меня есть конфликты. Я хочу эти конфликты разрешить. Помогите мне их осознать, эти конфликты, и помогите мне их разрешить. Вот это будет немножечко правильнее. А говорить мусор, и говорить боль – это означает относить это к негативным каких-то ну, моментам, да, к негативным элементам. А это значит давать оценку. Мы с вами вроде бы условились оценки не давать. Далее, если касается друга, то да, сход может быть другом как бы в контакте общения. то есть влезавши с клиентом на эмоциональном уровне запрещает профессиональная индика, да и объективность теряется в этом случае. Но в качестве поддержки понимания принятия это гарантия 100%. То есть, вы можете рассказать абсолютно все, включая те моменты, где вы не правы. мы с вами поможем, мы вас примем, мы не будем осуждать, наоборот, наоборот, мы вместе с вами поймем, почему вы так поступили. выбраться выбраться вам хочется из тупика своих мыслей, обвинений и самообвинений. увидеть 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 мою ситуацию в сторону человеку, которому я объяснил все. Ну, да, я уже понял, что вас обвиняют и что вы сами себя обвиняете. вот, вы как бы ждете обвинений и от нас тоже, как будто бы. Ну, это нормально, когда человек обвиняется на себя, он ждет, в принципе, и того, что его будут обвинять другие. ну, то есть, так же, как по аналогии, если человек, там, допустим, вот, кто-то украл, да, то он думает, что все видят, что он украл в действительности. Никто, никто этого не видит, вот, но человек, как бы, сам волнуется, сам нервничая, как бы, транслируя, транслируя свое состояние на окружающий мир, тем самым выдает себя. а вот и вы, так же вы выдаете себя тем, что у вас все происходит. То есть, вы проектируете свое собственное состояние на нас, ожидая нас того, что вы делаете сами. Вот. Я вас понимаю, понимаю, что тяжело представить, что люди не будут вас обвинять, если вы сами себя обвиняете. Тем не менее, все-таки есть грань, и эта грань довольно четкая. Далее, вы говорите обвинение. Вас кто-то обвиняет? Кто? Почему? Какой? Имеет право? Почему вы к этому человеку прислушиваете, к этим людям? Обвинение, значит, давать оценки. Я считаю, что ни один человек не правит давать другому оценку. Вот. Люди не могут оценивать других людей. Потому что мы видим людей в стране. Мы никогда не видим человека полностью самого изнутри как личность. И поэтому давать оценки не правит никто. Помочь? Да. Увидеть ситуацию? Да. В стране извините на вас, на то, что произошло? Да. Но не давать оценку. А знаете почему? А потому что абсолютно каждый из нас может оказаться в основном каждой ситуации, которая описывается клиентом. Нельзя давать оценки. Нельзя. Это неправильно. Ну и, в принципе, то, что вы пишите, как для интервиса убрать эту грязь, вернуться к себе признание дальше. Значит, здесь опять же я вижу вот некую некую вот идеализацию того, что происходит да, то есть вы очень хотите это сделать, очень хотите убрать грязь, но при этом грязь это часть вас. И это то, что вы в себе не понимаете. Это то, что вам мешает. Но мешает именно потому, что вы видите это все под определенным углом. по другим углом грязи это будет приставить. Про прессию вам я уже сказал. Про то, что это мешает вам жить дальше. Я очень хорошо понимаю. Ну и рекомендую вам здесь начать с того, чтобы определить для себя, вот вы хотите жить дальше, вам что там мешает, что именно мешает, какие блоки. И понимаете ли вы, что значит жить дальше. Понимаете ли вы, что это такое жить дальше. То есть как это выглядит для вас. и спросить себя, а вы вот сейчас уже не живете дальше. На самом деле живете. Просто вы не используете возможности, которые у вас есть. ну вот собственно одна из тем беседы может эту тему поднять с любим экспертом, который выберет это именно, как использовать мне те мои возможности, которые у меня есть. Как какие блоки мешают мне это сделать. Вот. Ну а такой будет мой ответ вам на вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. у вас остались вопросы ко мне, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго, удачи, и удачи вам успешного успешного Удачи, успешного вам выбора. Специалисты надеюсь, вы не ошибетесь в выборе и разрешите все свои проблемы. Удачи вам! Удачи! 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 Удачи!